Сейчас идет инструкция навигации, все данные, которые мы получаем по МРТ, КТ. Технологии сродни космическим и даже зовут доктора так же, как первого космонавта. Но на этом романтика заканчивается. Юрий Алексеевич, ведущий хирург Федерального нейроцентра на мониторе опухоль мозга. Мы четко видим с помощью специальных технологий, где границы между опухолем и функциональной тканью, где находятся зрительные нервы, где находятся глазодвигательные нервы. Чтобы помочь пациентке, потребуется многочасовая операция, которая закончится только ближе к полуночи. От обилия техники в операционной почти как в космическом корабле многочисленные мониторы, датчики и сверхточные микроскопы. Хирургическая оптика настроена таким образом, что главный оперирующий хирург видит операционное поле в объемном изображении. В этот же момент картинка оцифровывается и передается уже в режиме 3D на большой экран, что доступно для всего персонала операционной и, например, при поведении конференции или консилиумов. Аппаратура настолько сложная, что бок о бок с врачами в бригаде работает мединженер. Сейчас он настраивает так называемый шлем, который понадобится позже. Управлять движением микроскопа хирург будет с помощью подбородка настраивать резкость, ухватив зубами вот этот рычаг. Но для местных медиков такая уже обыденность. Сегодня на операции впервые используют другой прибор. Интероперационная КТ-станция, циритом, она позволяет непосредственно во время операции делать исследование в процессе удаления опухоли. Современная аппаратура позволяет определить состав опухоли, не дожидаясь биопсии, спрогнозировать малейшие изменения в работе мозга и всего организма еще до момента вмешательства. Это значит, хирург примет правильное решение в любой нестандартной ситуации. У нас сейчас практически близка к завершению уникальная интеллектуальная гибридная операционная тоже с использованием очень высокоточного компьютерного томографа диагностического класса, который на рельсах будет наезжать на пациента в процессе операции и точно выдавать информацию о том, что творится в операционном поле. Благодаря такому многоуровневому контролю и космическим возможностям за помощью к тюменским нейрохирургам пациенты едут из всех регионов России. Юлия Сауляк, Евгений Доценко, Тюменское время.